Дани, Дани. Но поезжай в Иорданию, там в каждом здании есть фотографии кроля и его приближённых, семья, и это признак политической нестабильности. Нельзя создавать культ личности, если ты сам не уверен в себе, а также если ты не боишься потерять контроль над властью, то ничего подобного не будет. Это интересно, и я ожидал увидеть многое из этого, например, статуи Путина. Да, здесь нет статуй, изображающих кого-либо, кроме христианских святых. Так что это было похоже на то, что я не совсем уверен. Я просто рассказываю о том, что я видел. Так что да, в политическом смысле это не свободная страна. Это не демократия в том смысле, в каком мы её понимаем или хотели бы видеть. Я не хочу... Вот тут просто хочется взять, знаете, что-нибудь тяжёлое, по башке стукнуть этому такеру и всем вот этим вот... Вот таким как Бабичев, да. Это не демократия у вас в России, а это только потому, что не демократия в каком плане? Что у нас постоянно две партии, постоянно либералы с демократами просто меняются туда-сюда, а за демократами и за республиканцами одни и те же люди стоят. У Буша там папа один, потом сыночек был другой, потом они там пытались своего племянника протащить. У демократов та же песня. Значит, там Клинтоны, потом хотела Клинтонша после самого Клинтона быть. Потом, значит, был этот Обама, после Обамы, значит, Байден, который был его вице-президентом. А теперь уже ходят слухи, что вместо Байдена, вы думаете, кого собираются поставить, потому что Байден уже не доползёт до выборов, это уже очевидно всем. Но говорят уже, что Мишель Обама. Ну выбора же нет больше. То есть они сами зациклены в своей семье, а если сказать этим западным демократам, что, извините, в Англии королева правила 70 лет, ещё там всех этих Голландиях, Даниях, Испаниях и так далее, они до сих пор королевские всякие семьи. В Израиле вообще нету даже конституции как таковой, и в Англии монархия, и тоже у них конституции нет. Это значит, вот нормально, это всё нормально. А вот в России, да, то есть вот если Навального там не выставили, какого-то Светоча, а идут другие какие-то, да, а может мы вообще не хотим другого, может нам вообще просто нравится Путин. Нам нравится, как стране стабильно, нам нравится, какой порядок в стране, нам нравится, что экономика растёт, что он за Россию, что он её не распродаёт, он, как Ельцин делал, да, он её собирает Россию. Может мы хотим, чтобы у нас был тот же самый, ооо, это не демократия. Хочу сказать, а Гики, вы знаете, куда со своей демократией? Там же я хочу, там жить, ясно, потому что мне нравится говорить то, что я думаю. На самом деле я зарабатываю этим на жизнь, но в этом нет ничего сталинистского в общепризнанном смысле. И любой, кто говорит, что это так, должен пойти туда и рассказать мне, как это делается. Я имею в виду, что этот вопрос о свободе прессы лежит в основе самого факта интервью, которое вы с ним проводите. Так что, возможно, вам и не нужно задавать вопрос Навальным, но не возникало ли у вас ощущения, что есть вещи, которые я не должен говорить? Я имею в виду, насколько честно вы хотите, чтобы я был. Я не шучу, когда говорю, что не испытывал ни малейшего беспокойства за те восемь дней, что провёл там. Может быть, я просто не чувствовал этого. И я чувствую, что у меня довольно сильное внутреннее чутьё на вещи. Я полагаюсь на него. Я принимаю все свои решения, основываясь на том, что я чувствую, на своих инстинктах. А я этого совсем не чувствовал. Перед тем, как уйти, я обратился к своим аппокатам. И это люди, которые работают в крупной юридической фирме. Это не юридическая фирма Боба. Это одна из крупнейших юридических фирм в мире. Они сказали, если вы сделаете это, правительство США арестует вас за нарушение установленных санкций. И я сказал, ну, на самом деле я не признаю законность этого, потому что я американец и прожил здесь всю свою жизнь. И это настолько возмутительно, что я рад пойти на такой риск, потому что я полностью отвергаю эту посылку, хорошо? Я американец и должен иметь возможность разговаривать с кем захочу. И я планирую воспользоваться этой свободой, с которой, как мне кажется, я родился. И я прочитал им эту длинную лекцию. Они такие, мы всего лишь юристы. Но это было, это было, скажем так, я не знаю, сколько раз вы имели дело с юристами, но получить такое заключение стоит много тысяч долларов. Как будто они отправили целую группу своих летних партнеров, или что бы они там не присылали, они опросили множество людей по этому вопросу, проверили множество прецедентов. И я думаю, что они прислали мне 10 страничных памяток по этому поводу, и их искренний вывод был таков, не делай этого, сделай это. И, конечно же, это привело меня в бешенство. Так вот, я читал лекцию по телефону, и у меня был еще один разговор с главным юристом, и он сказал, ну что же, послушай, многое будет зависеть от вопросов, которые ты задашь Путину. Если кто-то увидит, что ты слишком хорошо к нему относишься, тебя могут арестовать, когда ты вернешься. А я такой, ты описываешь фашистскую страну, ясно? Ты хочешь сказать, что правительство США арестует меня, если я не буду задавать те вопросы, которые они хотят? Это то, что ты хочешь сказать. Но мы просто думаем, основываясь на том, что произошло, что правительство США арестует меня, если я не буду задавать те вопросы, которые они хотят задать. Это то, что ты хочешь сказать. Но мы просто думаем, основываясь на том, что произошло, что это возможно. И поэтому я просто рассказываю тебе, что произошло. Значит, ты нормально отнесся к тому, что тебя арестовали в Москве. А потом арестовали снова во флоте. Я не раздумывал ни секунды. Я имею в виду, может быть, послушай, я не говорю по-русски. Я никогда раньше там не был. Все, что связано с этой культурой, было для меня совершенно новым. Невежество в некотором роде защищает тебя. Когда ты ни хрена не понимаешь, что происходит, ты не беспокоишься об этом. Подобное случалось со мной много раз. Здесь есть принцип, который распространяется на всю жизнь. Так что вполне возможно, что я был в смертельной опасности и не знал об этом, потому что... Вот они все пережимали, что что-то с ним случится. А вот он приедет в Москву, и что? И его прямо на трапе самолета арестуют. И вы представляете? То есть они до сих пор считают, что у нас тут какой-то... Здесь какие-то монстры живут, которые должны были сразу бедного такера арестовать и посадить в тюрьму. Песец. Например, откуда мне было это знать? Я как бы неуклюже говорю по-английски из Калифорнии, но я совсем этого не почувствовал. А вот юристы почувствовали. Да, я имею в виду, что это напугало людей до смерти. И смотри, тебе придется платить наличными. Они не принимают кредитные карты из-за санкций. И тебе придется пройти через все эти трудности, просто процедурные трудности, чтобы попасть в Россию. Я был готов это сделать, потому что хотел взять интервью у Путина, потому что мне сказали, что я не могу этого сделать. Но есть еще один факт, который заключается в том, что за мной велось наблюдение со стороны правительства США, интенсивное наблюдение со стороны правительства США. И вот что выяснилось. Они признали это. Ант признала это пару лет назад, что они были в моем аккаунте сигнал. А затем произошла утечка информации этого Нью-Йорк Таймс. Они сделали это еще раз перед тем, как я ушел. И я знаю это, потому что два репортера Нью-Йорк Таймс, один из которых мне действительно очень нравится, сказали «О, ты уходишь!» и позвонили другим людям. Он собирается взять интервью у Путина. Я никому об этом не говорил, как и все остальные. У меня есть жена, два продюсера, вот и все. Так вот, они получили это от правительства. Тогда я отправляюсь туда и, конечно же, хочу увидеть Сноудена, которым я восхищаюсь. Так вот, у нас есть общий друг, так что я получил его сообщение и пришел к нему, а Сноуден вообще не хочет огласки. И так далее. Но я действительно хотел поужинать с ним. Так что мы поужинали в моем гостиничном номере в отеле Four Seasons в Москве. И я попытался убедить... А, так значит, он все-таки встретился с Сноуденом. Потому что до этого он нигде это не объявлял. Вот любое было там после интервью с Путиным, и потом у него другие всякие были там, короткие интервью. Он нигде не говорил, что он встречался с Сноуденом. И было очень интересно. Все видали, встречался он, не встречался. Значит, встречался. Тиво, что я бы с удовольствием дал интервью, снял его на свой айфон. Я бы с удовольствием сфотографировался вместе и выложил это в интернет. Потому что я просто хочу выразить поддержку. Потому что я думаю, что на него напали по железной дороге. У него не было никакого интереса жить в России. Не было никакого намерения оставаться в России. Все это ложь. Но в любом случае, как бы там ни было, все это чепуха. И он просто сказал с уважением, «Я бы предпочел, чтобы никто не знал, что мы встречались». Это здорово. Единственная причина, по которой я рассказываю тебе об этом, заключается в том, что я никому об этом не говорил и никому не отправлял смс. Все в порядке, кроме него. Семафор. Семафор публикует эту статью, в которой говорится, что они сообщают о том, что информация, которую они получили от разведывательных агентств США, просачивается против меня, используя мои деньги на мое имя, в предположительно свободная страна. Они публикуют эту статью, в которой говорится, что я встречался со Сноуденом, как будто это было преступление или что-то в этом роде. Так что, повторяю, меня интересуют Соединенные Штаты и сохранение здесь свобод, тех свобод, среди которых я работаю. И если у вас есть средства массовой информации, которые действуют как вспомогательные органы государства национальной безопасности или выступают в качестве сотрудников, то у вас нет свободной страны. И именно там мы находимся. И я не строю догадок, потому что я провел всю свою жизнь в этом мире. 33 года я проработал в крупных новостных компаниях, и поэтому я знаю, как это работает, я знаю людей, вовлеченных в это. Я мог бы назвать их имена. Среди многих других — Бен Смит и Семафор. И я нахожу это действительно неприемлемым не только из принципа, но и на практике. Я не хочу жить в такой стране. Я заметил, что люди проявляют все свои беспокойства по этому поводу во внешнем виде. Получается, что Россия не свободна. Да, я знаю. Буркина-Фасо тоже не свободна. На самом деле большинство стран не свободны, но мы свободны. Мы Соединенные Штаты, и мы отличаемся от них. И это меня беспокоит. Моя забота — сохранить это. И поэтому они так беспокоятся о том, что происходит в других. Ну, то есть у них до сих пор вот эта вот мысль, да, что везде свободы нет, а вот у нас в Соединенных Штатах есть. Ну, вопрос возникает, где Сноуден сейчас живет, да? Что случилось с Джулианом Ассанджем, что случилось с Алексом Джонсом, что случилось с президентом Трампом, которого буквально со всех соцсетей выбросили, заблокировали все аккаунты, да? Такую бред нести, ну, то есть если Таккер на самом деле так думает, ну, может быть, знаете, я думаю, что он больше думает, говорит это в том плане, что мы как бы должны быть свободными в плане свободы прессы, да? И нам надо бороться, чтобы эта свобода осталась, как бы, какой мы ее себе представляем. То, что на самом деле есть свобода... Вот его же самого уволили, буквально с Fox News уволили за то, что он начал критиковать деньги, которые отправляли на Украину. И, в общем, вот эта вот легенда постоянно, что в Америке свобода и демократия, она мне уже начинает просто раздражать. В частях света, в местах, где они никогда не были и о которых ничего не знают. Это почти способ игнорировать то, что происходит в их собственной стране прямо вокруг них. Я нахожу это таким странным, печальным и непонятным. Так значит, Анна подслеживала тебя, как по-твоему это делала ЦРУ? Люди все еще следят за тобой. Послушай, одна из вещей, которую я сделал перед отъездом, это то, чем я занимаюсь, и все мы занимаемся, и просто потому, что мы живем здесь. У нас у всех есть теории о защищенных каналах связи. Например, сигнал защищен, телеграф нет, а WhatsApp принадлежит Марку Цукербергу. Тебе нельзя доверять, ясно? Так что я подумал, прежде чем перестал. Если ты не знаешь, то WhatsApp был куплен Facebook давно уже. То есть, Павел Дуров продал WhatsApp Марку Цукербергу, владельцу компании Facebook, а потом он сделал Telegram. Поэтому WhatsApp прослушивается, ну, американской стороной 100%, и просматривается, просто имейте в виду, на всякий случай. Тебе все это понял. Мы с моими продюсерами провели все эти разговоры по этому поводу. И я решил, я просто собираюсь выяснить, что происходит на самом деле. Итак, я поговорил с двумя людьми, которые могли бы знать, поверь мне, и это все, что я могу сказать. И мне очень не хочется говорить. Но я разговаривал с людьми, которые могли бы знать об этом по Кенту, но я серьезно говорю, они бы знали. И оба они сказали абсолютно одно и то же, а именно, ты шутишь, ничто не может быть безопасным. Все постоянно контролируется. Если в этом замешаны государственные деятели, то я имею в виду, что вы можете помешать малазийской мафии читать ваши сообщения, но, вероятно, вы не сможете помешать крупным разведывательным службам читать ваши сообщения. Это невозможно. Ни один из них не может этого сделать. Или прослушивать твои звонки. Ну, это же на самом деле была вся вот эта вот история со Снауденом. Потому что Снауден первый как бы огласил, то есть он журналистом, он работал же тогда на ЦРУ, и он журналистам передал сведения о том, что идет полная прослушка граждан США. И все же американцы считали, что мы живем в свободной стране, демократически, и не имеет права государства прослушивать звонки без судебного постановления. Поэтому, когда он это рассказал журналистам, то оказывается, вместо того, чтобы наказать этих глав ЦРУ, которые это устроили, подслужку за гражданами США, вместо этого устроили охоту за Снауденом, и, в принципе, его бы казнили спокойно за предательство Родины, если бы он не свалил. Твердому выводу пришли люди, которые занимались этим долгое время. В обоих случаях это были десятилетия. Так что я просто подумал, знаешь что, мне все равно, мне все равно. Я не собираюсь никому рассылать кучу своих полных фотографий. Не целую тонну, а самую маусину. Целую тонну. Мне 54 года, чувак, наверное, не так уж и много. Лекс, все в порядке. Но ты так, что я такой. Ребята, с которыми я путешествую, три человека, с которыми я работаю, которых я люблю, с которыми я много лет путешествую по всему миру. И я знаю их очень-очень хорошо. У них у всех разные телефоны. И я оставлю свой второй телефон в Нью-Йорке или где-то еще. И я просто решил, что на самом деле мне все равно. И я возмущен отсутствием личной жизни, потому что личная жизнь — необходимое условие свободы, но я не могу это изменить. И поэтому у меня есть возможность тот же самый отслеживаемый сотовый телефон. И я действительно отключаю его, потому что так оно и есть. Потому что если у тебя на телефоне слишком много шпионских программ, то это действительно так. Это разряжает батарею. Нет, я серьезно. Так оно и есть. И мы получили, это было, я не знаю, пять или шесть лет назад, когда мы ездили в Северную Корею, и мой телефон начал вести себя как сумасшедший. И вот я поговорил с кем-то из Совета национальной безопасности, который позвонил мне по этому поводу. И каким-то образом узнал, что твой телефон прослушивается Южной Кореи, корейское правительство. Я подумал, почему бы и нет. Мне нравится правительство Южной Кореи. Зачем им это делать? Потому что им нужно больше информации. Они подумали, что я разговариваю с Трампом или кем-то еще. Так вот, но я мог бы сказать наверняка, потому что внезапно все это просто иссякло бы примерно за 45 минут. Так вот, в этом и есть обратная сторона меняли. Так что ты постоянно меняешь телефоны? Покупаешь новые, чтобы продлить срок службы батареи. Это хорошо. Да, я имею в виду, что стараюсь этого не делать. Я в некотором роде суровый янтый, так что мне тоже не нравится тратить тысячу долларов на долбаную корпорацию и полчасто. Но да, я так и делаю. Я имею в виду, что ты говоришь это легкомысленно, но на самом деле очень неприятно, что за тобой, как за журналистом, могут следить. Ну что же, они слили информацию в Сэмфэй и в Нью-Йорк Таймс. Послушай, я бы даже смирился, но я ничего не могу поделать. Так что мне приходится мириться совсем хорошо. Но я бы, наверное, не стал сильно злиться из-за того, что за мной следят, потому что я уже такой старый и действительно плачу налоги. Я не сплю с визажистом или кем-то еще, так что мне все равно... Он отсылку на Трампа делает, что тебя могут поймать за задницу, да, если их захочет, это дип-стейт, это глубинное государство, демократы, они тебя могут поймать за любую какую-то там несостыковку, да. То есть если ты там спал с какой-нибудь бывшей визажисткой, бывшей парикмахершей, кого-то там за жопу ущипнул когда-то там, да, или у тебя какие-то проблемы с налогами, если у тебя большая корпорация, как у Трампа вот его сейчас засудили, из-за налогов на сколько там, на 355 тысяч, 355 миллионов, вот он имеет в виду, что... Ну а за что его еще могут? У него жена одна, на которой он женат уже сколько он сказал, 40 лет он женат на своей жене? Или сколько? Или 30? Ну что-то долго уже женат-то. Поэтому какие могут быть претензии, за что могут ухватить Трампа, бедного атакера, чтобы привлечь его к какой-нибудь ответственности? Факт, что они распространяют информацию против меня, говорит о том, что разведывательные службы в Соединенных Штатах активно участвуют в политике и средствах массовой информации США. Это совершенно неприемлемо. Это делает демократию невозможной. Этому нет оправдания. И все же NBC News, Кен Диланян и остальные будут защищать это. И это похоже не только на NBC News, кстати, но и на предположительно консервативных каналов. Они будут защищать это. И никто не сможет доказать, что у вас не может быть демократии, если разведывательные службы вмешиваются в выборы информации. Значит, у тебя не было страха. Твой адвокат сказал, будь осторожен с вопросами, которые он задавал. Ты сказал, что у меня их нет. Мой адвокат сказал, что нет. Он сказал очень конкретно. В зависимости от вопросов, которые вы зададите Путину, вас могут арестовать или нет. И я сказал, послушай, что ты говоришь. Ты говоришь, что правительство США контролирует мои вопросы. И они арестуют меня, если я задам неправильный вопрос. Например, чем мы лучше Путина, если это правда? И, кстати, это именно то, что сказал юрист, но я не могу переоценить одну из крупнейших юридических фирм Соединенных Штатов. Умных юристов, которых мы использовали в течение многих лет. Так вот, я был действительно шокирован этим. Ты сказал, что лидеры убивают, лидеры лгут. Да, я не очень верю в лидеров, таких как Иисус Зеленского и Сатана Путина. Это похоже на то, что все они лидеры страны. Ясно? Повзрослей немного, дитя мое. Ты когда-нибудь встречал лидера? Как и все, кто стремится к власти, на мой взгляд, в первую очередь, морально ущербен. Тебе не следует стремиться к власти. Ты не можешь стремиться к власти или богатству ради них самих и при этом оставаться порядочным человеком. Это чистая правда. Так что нет ни по-настоящему добродетельных миллиардеров, ни по-настоящему добродетельных мировых лидеров. У тебя есть разные степени добродетелей. Некоторые из них определенно лучше других. Но я имею в виду, что другими словами Зеленский может быть лучше Путина. Я не исключаю такой возможности. Но утверждать, что один из них злой, а другой добродетельный, это все равно, что показывать, что ты ребенок. Тем не менее, в США именно так и накручивают людей. В том плане, что Зеленский – это просто Иисус. Он вечно ходит в этой своей свитерочке своем коричневом. И он такой страдающий весь. Вот так его предрисуют. И Путина рисуют просто каким-то монстром, который вообще просто... Что он хочет? Я не знаю, съесть эту Украину он хочет или что. Но якобы, что он самый богатый человек в мире. Что вроде бы он обокрал Россию уже. Так, дальше некуда. У него какое-то огромное количество дворцов, денег и так далее. Который при этом никто найти не мог. Тот же Навальный. Он сколько не расследовал, да, где там хранятся деньги Путина, так и найти не смогли. И там и ЦРУ, и с расследования проводил. А все. Если у других олигархов сразу же находились все эти миллионы на счетах, там, допустим, в Лондоне или в США, либо какие-то там яхты в Майами, виллы, вот как у Зеленского того же. Да у Путина найти не могут. Ну, может, он в рублях хранит это все дело где-то в подвале. Почему никто найти не может всех этих бешеных денег? Ну, то есть... Ну, сплетни распространяются такие, что Путин просто... Там, по сравнению с ним, Рокфеллер и Ротшильд отдыхают. То есть, самый богатый на планете человек. Так вот, такой вот бред несут. Ты ничего не знаешь о том, каков мир на самом деле и что такое реальность. Это вполне реалистичная точка зрения. Но существует целый спектр возможностей. Безусловно, существует определенный спектр возможностей. Я не говорю, что все они одинаковы. Это не так. И наша задача выяснить, в какой части спектра они находятся. Задача лидера сбить нас с толку и убедить, что они одни из хороших парней. Конечно, конечно. Но на самом деле я отвергаю даже такую формулировку. Я не думаю, что дело всегда в лидерах. Я имею в виду, что, конечно, именно лидеры определяют разницу. У хорошего лидера здоровая страна, а у плохого лидера страна приходит в упадок. И об этом стоит задуматься. Но все дело в идеях, политике и практическом эффекте происходящего. Так что мы очень увлечены личностями различных лидеров, не только наших политических лидеров, но и лидеров нашего бизнеса, наших культурных лидеров. Хорошие ли они люди? Правильные ли у них мысли? Это похоже на то, что я задаю гораздо более простой вопрос. Каковы плоды их поведения? И я всегда придаю этому личный характер, потому что считаю, что все является личным. Уважает ли его жена? Уважают ли его дети? Как у них дела? Процветает ли страна, которой он управляет? Или она разваливается на части? Если продолжительность вашей жизни снижается, если количество самоубийств растет, если уровень жизни падает, значит, вы плохой лидер. Мне все равно, что вы мне скажете. Мне все равно, что по твоим словам ты представляешь. Меня не волнуют идеи или системы, которые по твоим словам ты воплощаешь. Для меня это как собачий лай. Какова продолжительность твоей жизни? Каков у тебя уровень самоубийств? На что похоже употребление наркотиков? Заводят ли люди детей? Есть ли у детей людей больше шансов жить в свободном или более процветающем обществе, чем у тебя и их бабушек и дедушек? Похоже, это единственные показатели, которые имеют для меня значение. Все остальное — ложь. Но как бы то ни было, суть в том, что мы просто становимся настолько одержимы театром, окруженным людьми, и упускаем более важные вещи, которые происходят, и позволяем себе быть такими, какие мы есть. Тебя обманули, заставив думать, что то, что вообще не имеет значения, имеет значения. Что моральные победы — это все, что имеет значение. На самом деле, никакие реальные победы не имеют значения больше, чем что-либо другое. Я имею в виду, что вы, безусловно, видите это в нашей стране. Например, жизни чернокожих имеют значение. Скольким чернокожим людям это помогло? Скольким чернокожим это причинило боль. Но в конце концов, мы должны быть состоят. Это он имеет в виду про жизни чернокожих, он имеет в виду вот это БЛМ. Да, БЛМ, когда была черная жизнь не важна, он говорит, что, ну, хорошо, вот они устроили черным жизнь важна, а что им это помогло? Жизнь как-то улучшилась или что? Для меня оценить это. Например, сколько чернокожих людей погибло от огнестрельного оружия за четыре года прошедшие стихоток, как у Джордж-Флот. Но что же это число значительно возросло? И это была операция «Жизнь чернокожих имеет значение», направленная на защиту полиции. Так что, я думаю, мы можем сказать, основываясь на фактах и данных, что жизнь чернокожих имеет значение «не помогла чернокожим людям». А если бы это было так, скажи мне, как это сделать? Ну что же, это важные моральные победы. Я с этим покончил. Это просто еще одна ложь, длинная череда лжи. Поэтому я стараюсь смотреть на остальной мир именно так, но больше всего я стараюсь смотреть на мировые события через призму американца, потому что я один из них. И что это значит для нас? И дело даже не в войне, а в санкциях, которые навсегда изменят Соединенные Штаты. Наш уровень жизни, то, как работает наше правительство, это больше, чем что-либо другое в моей жизни, навредило Соединенным Штатам. Вводить эти санкции таким образом, как мы это сделали, было безумием. Для меня главным итогом моего восьмидневного пребывания в Москве был не Путин. Он лидер, несмотря ни на что. На самом деле, по моему довольно обширному опыту, ни один из них не сильно отличается от другого. Нет, именно Москва сразила меня на повал. Я был совершенно к этому не готов. А я-то думал, что много знаю о Москве. Мой отец работал там время от времени в 80-х и 90-х годах, потому что был государственным служащим США, и он всегда возвращался со словами «Москва — это кошмар». И все это без электричества. Я попал туда почти ровно через два года после того, как санкции полностью отрезали меня от западных финансовых систем. Я был отключен от свирта. Не мог пользоваться долларами США. Не имел доступа к банковским услугам и кредитным картам. И я не одобряю эту систему. Я не одобряю эту систему. Знаете, вот уже когда бывают противники Путина, вот тот же самый как его головачевый командир у нас, который забыл о фамилии. Боже, представляете, вы уже в памяти у меня. Напишите, как фамилия была у нашего глава ЧВК Вагнер. Забыла. Это он все время говорил, что вот не начинали, не вовремя начали, слово надо было раньше начинать. Вот часто критикуют Путина, что вовремя не начали. А вот два года назад, три года назад, смогла бы Россия без СВО, без SWIFT, без этой системы, смогла бы продержаться экономически? Сейчас, вот видите, как бы они свернули SWIFT. Да, Пригожин, да, спасибо, забыла. Ну, уже старость. Вот. И это самое. Он тоже критиковал, вот Пригожин критиковал. Потом вот этот, кого мы еще там подсадили недавно после Пригожина? Стрелков, Геркин, да? Он тоже критиковал, что вот надо было раньше начинать, надо было то. А вот я все время про экономическую составляющую думаю. А была бы страна, страна была бы готова. Путин, что он такой глупый, он не понимал, что когда можно было начинать, нет, я думаю, что была подготовка. Сначала именно и военно, как бы там запасов, чтобы армия как бы была слажена достаточно. И главное тоже вот это экономическое. То есть он знал, что санкции будут введены. И даже вот эти 360 миллиардов долларов, которые заморозили, я даже не знаю, это было как, может быть, крючок такой был закинут, дали, чтобы показать всему миру, что деньги арестуют, как бы не глядя на твои запасы. Почему вот эта вот сумма оказалась за рубежом, что ее там заарестовали, мне вот этот момент, мне как бы не ясен до сих пор. А в остальном, как бы деваться, нужно было подготовиться к СВО, экономически в том числе, и финансово, чтобы можно было пользоваться своей системой без СВИФТа. Одобряю всю страну в целом. Я не был ни на озере Байкал, ни в Турканистане. Я только что побывал в Москве, крупнейшем городе Европы с населением 13 миллионов человек. Я объехал ее всю. И несмотря на то, что я там не живу, этот город намного красивее, чем любой другой из наших городов. И если говорить точнее, то он намного красивее. Никаких граффити бездомных людей, употребляющих наркотики на улицах, полная чистота, никакого мусора на земле и никаких лес из стали и бетона, разрушающих душу зданий. Здесь нет ничего из постмодернистской архитектуры, которая угнетает нас даже без нашего ведома. Ничего из этого дерьма. Это действительно красивый город. И это не является одобрением Путина. И, кстати, это не заставило меня полюбить Путина. Это заставило меня возненавидеть моих собственных лидеров. Потому что я вырос в стране, где были города, похожие на эти, красивые и безопасные. А у нас такого больше нет. И как же это случилось? Неужели Путин это сделал? Я не думаю, что Путин сделал это. Не только это в центре Нью-Йорка такой беспорядок. В Далласе тоже. То есть все крупные города, они как бы загадили. Вот эти демократы, которые запустили туда этих либеральных мэров, он в Далласе уже один за одним. Черный постоянно какой-то мэр. Постоянно черных они проталкивали. Потом эти черные постоянно коррупции захвачены. И города начинают, экономика городов, там, где приходят класти либеральные и черные, начинаются просто рушиться центры городов. То есть уже в центр города зайти нельзя, вечером тем более. Не в один. У нас наоборот центр это супер. Я могу вот в 2 часа ночи по Краснодару по центру гулять, и они как... Ну, все гуляют. То есть народ просто гуляет. Суббота, воскресенье у нас по Краснодару в центре Краснодара гуляют. В Далласе, в Нью-Йорке, Вашингтоне, в центре городов лучше вообще не соваться ночью. Я думаю, что люди, ответственные за это, мэры, губернаторы, президент, они сделали это, и они должны быть привлечены к ответственности за это. Итак, я думаю, что чистота и архитектурный дизайн это еще не все показатели, которые важны при измерении города. Это основные показатели, которые имеют значение. Это основные показатели, которые имеют значение. На мой взгляд, основные показатели, которые имеют значение, это чистота, безопасность и красота. И одна из самых больших ложей, которую нам говорят в нашем мире, заключается в том, что нет... Не ложи, а ложь, да? Как перевести? Как тут сказать? Одна из самых больших лжей. Ну, ложь, короче, самая большая. Надо было сказать, самая большая ложь, которую нам говорят. Важнее всего то, что вы не можете измерить, и что на самом деле не влияет на вашу жизнь. Чушь собачья. Самое главное – повторить это еще раз. Красота, безопасность, чистота и множество других вещей тоже имеют значение. Целая куча вещей имеет значение. Но если я приведу их в порядок, то это не будет чем-то вроде теории. Ну, на самом деле, я не знаю, известно ли тебе, что Дума не имеет никакой власти. Все в порядке, я понимаю это. Свобода слова имеет для меня огромное значение. У них в России свобода слова меньше, чем у нас в Соединенных Штатах. В этом отношении мы их превосходим. Дайте мне в руки, что я его... Дайте мне в руки, что я его... Я его как вот... Стопила вообще. Понимаете, откуда, откуда вот этот бред, откуда, что свободы слова меньше в России, чем в США? Откуда? То есть у нас тот же Навальный, эти все дожди постоянно лили свою гадость. Да, там всякие Ельцин-центры, все эти там... Вот кто там кучерявый такой был, этот на дожде, по-моему, он был. Все эти РБК, все эти там... Уже сколько гадостей нес вот этот Гиркин Стрельцов этот, да? И сам этот Навальный, что уже только там не несли. И дворцы Путина, и яхты Путина. Представляете, вы где-то в другой стране найдете, чтобы просто вот так вот бы, ну, открыто бы гадили. Он на правительство открыл рот Такер, его уже уволили с этого, с Фокс-Ньюс, да? Там начал критиковать этот Ассанж, правительство, да, США. Присадили, вообще хотели, ну, его казнить. Вот если его выдадут, если его выдадут сейчас, он сейчас в Англии находится, если Ассанжа выдадут из Англии в США, то, в принципе, его смерть ждет. Они сейчас, скажем, обвинят его в предательстве США, и его вообще, как бы, ожидает смертная казнь. Так же и с Наудена. И он, и все равно Такер, да, все равно Такер, которого мы считаем там объективным, умным, все равно, вот они будут все равно нести, что в России нет только свободы слова, как в США. Я не знаю, откуда вот это вот все берется, и что должно произойти, чтобы у них в голове перещелкнуло. Даже Навального, сколько он лил, он и демонстрации устраивал. Он, Трампа, смотрите, пришли люди поддержать 6 января к зданию Конгресса Трампа, да, там какая-то заварушка началась, все, и Трампа уже им печнули, и Трампа посадить хотели, и кучу сторонников Трампа присадили, которые уже три года сидят. Навальный устраивал тогда на Болотной, целый он там пытался устроить вообще революцию, да, и посидел две недели тут, две недели там, уже настолько к нему либерально относились, это просто даже не смешно. И все равно будут говорить, что в России не свободы слова, вообще в России тирания, а вот в Америке, это, конечно, да, это вообще там зашибись. Уже сколько президентов, которые против глубинного государства пытались выступить, сколько президентов грохнули. И Линкольна грохнули, и Кеннеди грохнули, и брата Кеннеди грохнули, и это самое Эндрю Джексон, несколько было на него покушений, и на этого, кто у нас до этого, до Кеннеди был, Рейган, на него тоже покушения были. Но ты же не можешь сказать мне, что живешь в городе, где твоя шестилетняя дочь может дойти пешком до автобусной остановки и сесть в чистый автобус или поехать в красивый вагон метро, который приходит вовремя и на который не нападают, не имеет значения. Нет, на самом деле, это имеет значение едва ли не больше, чем что-либо другое. И у нас может быть и то, и другое. И подобно обычным защитникам режима и дебилам, Джон Стюарт, или как там он себя называет, они говорят, вау, это цена свободы. Как будто люди гадят на тротуаре, это цена свободы. Меня как будто не проведешь, потому что я прожил здесь 54 года. Я знаю, что это не цена свободы, потому что я жил в стране, которая была одновременно свободной, чистой и упорядоченной. Так что думаю, это не тот компромисс, на который я должен пойти. В этом и заключается прелесть того, что ты немного старше, потому что ты такой. Нет, на самом деле я это помню. Это было совсем не то, о чем ты говоришь. В 1985 году у нас не было... Я 25 лет назад помню, что флаги радужные не висели по всей стране. И вот эта черная жизнь не важны, не могли бегать, бить в витрины, красть телефоны, часы, сумки, выходить с этим совсем. Им ничего за это не было. Я это помню 20 лет назад. Он говорит, 54 года. Я 20 лет назад этого не было. То есть страну буквально втапкивают в грязь, и они еще имеют наглости в Америке, говорить о том, что у них же демократия, а у нас нет демократии. Это вообще... расовой сегрегации. Это была действительно хорошая страна, которая уважала себя. Я был здесь и думаю, что молодым людям можно сказать об этом. И они скажут, ну что же, в 1985 году вы продавали рабов в Мэдисон-Сквергарден. Это похоже на то, что нет. Это не так. Ты идешь в Мэдисон-Сквергарден, и не переступаешь ни через одного наркомана, употребляющего фентанин. Это правда. Не обязательно идти на компромисс между чистотой и свободой слова. Но также верно и то, что при диктатурах чистота важна, а архитектурный дизайн легче достичь. Он совершенен и часто выполняется. Так что вы можете похвастаться. Посмотрите, какие замечательные у нас города, пока вы здесь. Подавляет. Это, конечно, еще хуже. И я с этим полностью согласен. Это вовсе не защита российской системы. И если бы я чувствовал то же самое, я бы не только переехал туда, но и объявил бы, что переезжаю туда. Я не стыжусь своих членов. Я никогда ими не был. Вот тоже тут добавлю. Вот кроме этого интервью, я до этого смотрела несколько других интервью известных очень блогеров. И они постоянно противопоставляют, что демократия и свобода – это значит грязь, наркоманы, нищие на улицах. Вот поэтому люди имеют право делать, что хотят. А значит, в России вот Такер сказал, что там чистая, чистая улица, наркоманы не лежат в центре городов, нищие не лежат. Это потому, что диктатура. Поэтому вот, понимаете, у нас нет такой чистоты, как в России. Это потому, что у нас, у нас же нет диктатуры, а у них диктатура. Понимаете, то есть они просто берут и подтягивают вот свое, как бы, несовершенство их системы. Они пытаются нашу систему порядка, да, чистоты. Они это пытаются оправдать тем, что, ну, это потому, что у них диктатура. То есть у всех диктаторов и чисто, и красиво. Потому что диктатура, а не потому, что просто у людей порядок в стране, потому что нормальное, как бы, общество. Это нет, нет, нет. Это потому, что диктатура у них. Это не только Такер. Это буквально все, все, все средства массовой информации в США так и говорят. Они так и думают. Итак. Продолжение следует...